Добрый день! Слава Украине! Роям слава! Джейд, очень сложно было вас словить. Я в Оксфорде, возле Боделянской библиотеки, одной из самых известных, одной из самых старых библиотек в Европе, пригласила вас на интервью. Вам спасибо за вашу помощь. Спасибо за приглашение. Вы очень много делаете. Я, как международный обозреватель, слежу за всеми вашими постами в LinkedIn, в Facebook, в Twitter. Мне кажется, вы одна из самых активных проукраинских ученых на Западе. Я знаю, что вы украинский и русский язык знаете и многие другие иностранные языки. Вы давно изучаете ситуацию в России, в Украине. Первый вопрос конкретный. Можно ли назвать нынешнюю войну челленджем, вызовом для запада, для западных стран? То есть насколько серьезно западные страны воспринимают войну России против Украины? Ну, конечно, можно сказать, что это челлендж, что это челлендж. Это больше, чем челлендж, это больше, чем вызов. Я думаю, что, если честно, вот данная война в России против Украины, это нежизненный вызов для евроатлантического, евроатлантического суспильства. Ну да. Я просто забыла слово паруски. Сообщество. Спасибо. Но если Украине не вдастся перемог этой, то это был бы жизненный вызов. То есть она не экзистенциональная получается, но важная. Да, да, да. Ну, пока это не экзистенциональная, но это будет, это будет экзистенциональная, но если что, ну не дай бог, если что, ну если это будет победа, не перемога, давайте так. Да, для России. Но чтобы не допустить, Запад должен больше помогать Украине. Ну, конечно, должен больше помогать. И еще и подумать, ну, как бы умно, интеллигентно, стратегично про Россию, потому что сейчас, особенно в Америке, особенно там в Германии, есть такой фокус над тем, что, ой, это будет такой ужас, если Россия развалится. И я не говорю, что мы должны там, ну, быть целенаправлены на развал России. Я думаю, что мы должны быть целенаправлены на стерживание России, на то, что это не может так негативно влиять на нашу безопасность. 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 Вот две концепции. Трансформация России, то есть смена режима политического, и второе – раскол России, о чем тоже говорят. Что в данной ситуации оптимально? Или все-таки сиспенс, сдерживание России – это наиболее правильная тактика поведения сейчас, вы считаете? Ну, политика – это еще язык возможностей и язык приоритетов. Так что для меня, как аналитик и как человек, ну, который, ну, который любит Украину, если честно, то для меня самое главное – это просто, ну, думать про то, как, что мы, ну, то есть и Запад, и там Украина должны делать для того, чтобы Украина была, ну, была безопасна, безопасна и сильна как государство. Украинская и, конечно, там, ну, встроена в наши, ну, то есть, забадные, да, да, да. А что для этого нужно сделать, как вы считаете? Потому что сейчас много вызовов будет в следующем году. Выборы президента США, выборы Европарламента, выборы Европарламента, сложности, связанные с внутриполитическими процессами в Польше, в Словаке и в других странах. Что мы должны делать? Ну, в принципе, я не знаю, я не хочу говорить, что украинцы должны делать вот это, ну, если разговор просто про то, что, ну, как там убеждать людей в том, чтобы, ну, поддерживать украинцев, потому что, ну, зачем вам это делать? Ну, вам уже есть чем заниматься. Мотивация большая. Да, 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 да. Ну, я думаю, что, ну, еще раз и украинцам, ну, если я могу, может быть, это неважливо, но мое предложение – это украинцам надо думать более стратегично. Ага. Ну, то есть, мне очень нравится то, чем занимаются ваши в Африке. Ну, то есть, активностью мыслить глобально, действовать локально. Ну, про безопасность. Я противодействую противодействовать России в Африке в том числе. Да, 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 да. И именно, ну, вот, их там ЧВК. Ну, еще там есть связи с Майанмаром, ну, и там бунтарьями, бунтарниками. Ну, да, да. И я думаю, что вот это и хорошее направление, ну, для Украины. Я думаю, что если Украина будет влиять на безопасность не только в Украине, не только там в России, ну, и еще по всему миру, ну, может быть, не по всему миру, конечно. Ну, в каких-то регионах. Ну, да, 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 в некоторых регионах. Ну, тогда это будет намного труднее будь-якому политику, ну, кто будет там в Белом доме, ну, там в парламенте, просто покинуть Украину. Так что это лучше не надеяться на того, на то, что на Западе будут там хорошие, такие добренькие политики, потому что, ну, может быть, таких не будет, да. Мы не можем, мы не можем на это надеяться, и это будет лучше просто, по-моему, чистенько, по-моему, если Украина будет необходима. Западу. Западу, ну, в многих, ну, в как можно больших регионах. Джейд, я вижу, вы часто приезжаете в Украину, вы встречались с руководителем военной разведки Украины из Буданова, вы встречаетесь со многими общественными деятелями в Украине, с политологами, с учеными, у вас отличные отношения со всеми. Как вы оцениваете, вот, прогнозируете следующий год? Он будет сложный, да, понятно, все об этом говорить, но какой может быть main challenge, главный вызов будет для нас в следующем году? Россия будет пытаться усиливать наступление или все-таки президентские выборы в США являются главным выбором? Вот как комплекс этот весь нам правильно преодолеть? Ну, я не знаю, если это правилный совет, то вот все. Ну да, откровенно, честно. Да, да, если я откровенна, я думаю, что украинцам надо просто, ну, 24-го года надо понимать, что это будет год для строения, для перестроения, для, ну, еще трансформации и просто фокусировать на тем, ну, украинцы, господи, ну, какие вы инновационные, вау, это просто супер. А как все делать, для того, чтобы это было масштаб, вот это труднее для вас, а, конечно, на деле России нет, это для них, ну, просто из-за истории. Неприемлемо. Да, да, да. То есть это construction of political nation? Не, 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 я именно там про промышленность, оборонительную промышленность, ну, потому что, ну, сейчас… Оборонный комплекс, да? Да, 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 оборонительный комплекс, потому что, ну, оборонный комплекс. То есть мы должны больше акцент делать на строительство собственного ОПК? Так. С помощью западных партнеров? Да, 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 самое надежное. И, ну, тогда и, ну, в принципе, Европе, Украина потребна Европе. Без сомнения, да. Потому что мы не знаем, как воевать. Учитесь украинцев. Да, да, да. Так что… И я думаю, что люди, ну, начинают понимать. Ну, единственное, что я хочу говорить, ну, как англичанка, ну… Британка. Британка. Украинцы, что… Ну, в Британии точно. Мы вас просто любим. Мы просто, как бы, в восторге. Ну, захоплены вами. Ну, потому что, ну, ваша смыливость и азарность. Я не знаю. Ну, просто такие качества. И многие люди на Западе, и в том числе и госслужащик, ну, то есть и чиновники, они понимают, что трудны. Они понимают. Ну, я не хочу говорить, что они понимают так же, как украинцы понимают, конечно. Ну, потому что знания, конечно, базовые знания регионов, но тут довольно низко. Ну, в принципе, суть, вот, как бы, инстинктив, инстинктивно, они понимают, они понимают, что это будет ужас, что никаких, там, переговоров невозможных с Путиным. Да. Или не сейчас. Ну, да. Понятно. Да, только когда они проигрывают. А просто у нас вопрос – это в политической воле. А политики, они, по-моему, они, ну, и они знают, про что дело, а просто они не хотят принимать там трудные, такие сложные решения, потому что для меня это ясно, что мир, в котором, ну, я как британка, мир, в котором я выросла, ну, уже нет. Уже другой. То есть мы должны новые реалии смотреть. Да, новые реальности. И это будет точно для европейцев. Именно для европейцев, потому что для нас это будет… Мир не будет таким стабильным, ну, добреньким. Потому что, ну, Америка, ну, еще больше и больше по стратегии, ну, смотрит там на Азию. И нам надо защищать себя, ну, больше, чем раньше было. И для этого нам точно нужна Украина. Отлично. Джей, спасибо за ваш анализ, спасибо за интервью. Я думаю, мы следующее интервью в Киеве запишем. Угу. Я вас приглашаю в Киев. С радостью. Да, мы запишем там следующее интервью. Спасибо за то, что согласились на русском языке дать, потому что больше людей увидят это интервью. И спасибо за вашу стабильную, проукраинскую, объективную позицию. Спасибо большое. Спасибо.